Иконная лавка Можно заказать различные требы, как их называют Треба это определенное молитвословие, которое заказывается по требованию прихожан То есть, будь то молебен, будь то панихида Молебен это поминовение человека о здравии Панихида это поминовение усопших за упокой Бывают требы разные К ним относятся и лития на кладбище, которое совершается на могиле усопших И освещение машин, освещение квартир это все то же самое требы Они совершаются по требованию прихожан Также в лавке мы очень часто заказываем за здравие, за упокой Существует несколько видов этих поминовений Так называемая обедня, заказная литургия или литургия с заказным прошением По сути дела, обедня это поминовение на литургии Во время совершения литургии, во время совершения проскомедии Когда священник совершает проскомедию, он поминает живых и усопших Вынимает из определенной богослужебной просфоры частички И поминаются люди, которые заказывают Или люди, которые заказали за себя или за своих близких Вот эти имена поминаются Существует также заказная литургия или литургия с заказным прошением Это то же самое, по сути дела, проскомедия Также вынимается частичка о здравии или о упокоении Но при этом диакон во время совершения литургии На заздравной или заупокойной ектине Произносит имя либо за того человека, за кого молится о здравии Либо о упокоении поминается Заказные прошения также бывают разных видов Перед началом всякого доброго дела, например Или благодарение Бога за всякие благодеяния, которые Он изливает на нас В этих прошениях как раз и отражается то прошение, которое люди просят Или вот, допустим, в нашем храме очень часто заказывают прошение перед порождением То есть, когда женщина, находящаяся в положении, перед тем, как отправиться в роддом Может прийти, заказать или ее родственники, заказать это прошение И оно упоминается из литургии Для того, чтобы Господь помог разрешиться от ее времени И легко родить во время родов Какие еще бывают треба? Ну вот я некоторые уже упомянул Это освещение машины, освещение квартиры Любые выездные требы То бишь, раньше, до революции Особенно вспомните, если что у нас страна была достаточно аграрная Сельской местности То заказывались литий на полях Когда освещали урожай Когда освещали целые поля, селения Есть молебен, ченопоследование на освещение пчел, пчелиных раев Саждение в новый улей Это тоже все относится к требам Что такое саркауст? Саркауст это поминовение на обедни Только в течение 40 дней То есть в течение, когда мы приходим, заказываем саркауст о здравии Или о упокаянии То 40 дней его упоминают в алтаре Саркауст это поминовение на обеднике Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова